Махаю рукой вам, будущие историки! Сегодня вы сможете похвастаться такими знаниями на тему, как почему гитлеровская нацистская Германия не напала на Испанию, загнанную в угол на юге Европы. В этом видео мы разберем несколько фактических и формальных причин, по которым мы узнаем ответ на этот вопрос. Поехали! Испания официально не участвовала во Второй мировой войне, несмотря на идеологическую близость, в частности, разделение мнения по антикоммунизму и фашизму. Такой режим в Испании сложился после победы националистов над республиканцами в гражданской войне. В этом вооруженном конфликте националистам активно помогали страны с ультраправым политическим уклоном – Германия и Италия. А видео про саму испанскую гражданскую войну вы сможете увидеть на моем же канале, кликнув на конечную заставку после этого видео. Ко власти в Испании пришел генерал Франциско Франко, который закрепил незыблемые дружеские взаимоотношения с фюрером Адольфом Гитлером. В знак признания помощи, полученной от Германии и Италии во время гражданской войны в Испании, режим Франко оказывал им материальную и военную поддержку, в том числе разрешив добровольцам воевать против СССР. Гитлер, в свою очередь, оценил этот знак солидарности, что стало его искренним камнем преткновения в его планах по Пиренейскому полуострову. В начале Второй мировой войны Германия планировала захватить британский Гибралтар, занимавший стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Для этого Генштаб запланировал на 1940-1941 годы проведение операции «Феликс», во время которой немецкие войска должны были штурмовать Гибралтар с суши, с территории Испании. Однако Испания отвергла предложение Гитлера захватить британский Гибралтар. Франко опасался вступать в войну на стороне стран Оси, понимая, что его вооруженные силы не смогут защитить Канарские острова и Испанское Марокко от британского нападения. Позже Франко даже разместил полевые армии в Пиренеях, опасаясь возможной немецкой оккупации Иберийского полуострова. Внутренняя политика Во время Второй мировой войны Испания управлялась военной диктатурой. Но, несмотря на идеологическую близость Франко и благодарность Бенитому Солини и Адольфу Гитлеру, правительство Каудильо было разделено между германофилами и англофилами, когда началась война, министром иностранных дел был англофил Хуан Бекбидир и Аттенса. Его деятельность на посту могла вызвать в Испании политический кризис. Ведь такой раскол между радикально разными лагерями призвёл бы к усиленному вмешательству во внутреннюю политику Испании со стороны Великобритании и гитлеровской Германии, чего, собственно, и опасался Франко. Это заставило лидера Испании заменить его 18 октября 1940 года на Рамона Серрано Суньера, стойкого германофила. Добровольцы Хотя официально Испания не участвовала во Второй мировой войне, но добровольцы из числа испанских граждан сражались за обе стороны в значительной степени, отражая идеологические предпочтения в недавно минувшей гражданской войне. Существовала испанская дивизия, участвовавшая на Восточном фронте, но также были и партизаны, отражавшие немецкую оккупацию во Франции. Хоть испанский каудильо Франциско Франко не вступил во Вторую мировую войну на стороне Оси, он разрешил добровольцам вступить в немецкую армию при условии, что они будут воевать против большевизма, советского коммунизма на Восточном фронте, а не против западных врагов Третьего рейха или населения любой страны Западной Европы. Таким образом, он смог одновременно сохранить отношения как с западными союзниками, так и с врагами Гитлера. Многие испанские националисты хотели отомстить СССР за помощь их противникам. Гитлер одобрил использование испанских добровольцев 24 июня 1941 года. Они истекали со всех регионов Испании. Первоначально испанское правительство было готово отправить на помощь Германии около 4000 человек. Но вскоре выяснилось, что добровольцев более чем достаточно для формирования целой дивизии из четырех полков. Из добровольцев-летчиков была сформирована Голубая эскадрилья, вооруженная самолетами БФ-109 и ФВ-190. Благодаря синим рубашкам дивизия обрела свое название – Голубая дивизия. Ее участие было основным со стороны Испании на немецко-советском театре военных действий. Дипломатия С самого начала Второй мировой войны Испания выступала на стороне держав Оси. Помимо идеологической близости, Испания задолжала Германии 212 миллионов долларов за поставки во время гражданской войны. 26 марта 1939 года правительство генерала Франко подписало антикоминтерновский пакт, а в июне 1940 года после падения Франции посол Испании в Берлине представил меморандум, в котором Франко заявил, что готов при определенных условиях вступить в войну на стороне Германии и Италии. Вначале Гитлер не был сильно заинтересован участием Испании в войне, поскольку был уверен в победе. В августе 1940 года, когда Берлин стал серьезнее относиться к участию Мадрида в войне, возникла проблема. Германии потребовались воздушные и военно-морские базы в Испанском Марокко и на Канарских островах, что не устроило Франко. Гитлер обещал, что Германия сделает все возможное, чтобы помочь Испании, и признает испанские претензии на французскую территорию в Марокко в обмен на долю марокканского сырья. Франко ответил тепло, но без каких-либо твердых обязательств. Гитлер и Франко встретились только один раз во французском Андайе 23 октября 1940 года, чтобы зафиксировать детали Союза. Испания была зависима от поставок нефти из США. Вашингтон по просьбе Британии ограничил поставки топлива испанцам. Не имея сильного военно-морского флота, любая испанская интервенция неизбежно столкнулась бы с нехваткой нефти. Полагаться на союзников, Германию и Италию, в этом вопросе было бесполезно, так как они и сами испытывали дефицит топлива. В декабре 1940 года Гитлер снова связался с Франко через посла в Мадриде. Германия попыталась заставить Испанию согласиться на пропуск через свою территорию немецких войск для нападения на Гибралтар. Франко отказался, сославшись на опасность, которую Соединенное Королевство все еще представляет для Испании и ее колоний. Несмотря на то, что во время войны Испания не была воюющей стороной, открытая поддержка держав оси привела к периоду после военной изоляции страны. В частности, ряд стран отозвали своих послов. Многие страны присоединились к торговому эмбарго. Президент США Франклин Рузвельт, в свое время предоставивший Франко гарантии в том, что Испания не пострадает, умер в апреле 1945 года. Приемник Рузвельта Гарри Трумэн, а также новое правительство Британии и Франции были менее дружелюбны к Франко. Франко не мог найти себе места и все-таки решил действовать как суверенная держава. Военные действия Испания планировала оборону страны. В 1940 и 1941 годах большая часть испанской армии находилась на юге страны на случай нападения союзникам из Гибралтара. Однако со временем, по мере роста интереса немцев к Гибралтару, Франко постепенно передислоцировал часть дивизий в горы вдоль французской границы на случай возможного вторжения Германии. Когда же стало ясно, что союзники одерживают верх в конфликте, Франко почти все свои войска расположил на французской границе, получив личные гарантии от лидеров союзных стран, что они не будут вторгаться в Испанию. Франко выбрал сторону союзников. Гитлер, в свою очередь, понял, что Испания больше не должна являться дипломатическим союзником Германии и составил план по вторжению в Испанию. Операция Феликс Главной целью этого плана являлся захват Гибралтара, точки соединения западных берегов Средиземного моря, а также захват Марокко, потому что Гитлер боялся возможности интенсивной концентрации военной мощи США там, которая бы послужила плацдармом для контрнаступления в Германию. Гитлер собирался абсолютно перекрыть Западную Европу от Америки. Гитлер начал договариваться с Франко в последний раз по проведению подразделений Бермахта и Гибралтару. Франко выдвинул условия, по которым он бы после окончания войны получил во владение Испанией некоторые африканские колонии. Германия не могла позволить себе этого в 1941 году, и операция была отложена на период после разгрома Советского Союза. Торговля Несмотря на нехватку ресурсов, франкистская Испания поставляла некоторые стратегические материалы в Германию. Между двумя странами была заключена серия секретных соглашений. Основным ресурсом, поставляемым Мадридом, была вольфрамовая руда с принадлежащей Германии шахт в Испании. Он использовался в производстве оружия. Испания также выступала в качестве проводника для поставки товаров из Южной Америки, например, промышленных алмазов и платины. После войны были получены доказательства о значительных сделках с золотом между Германией и Испанией, которые прекратились только в мае 1945 года. Евреи Испания была нужна Гитлеру для ссылок на её земли евреев. Получилась двоякая ситуация, в которой обе страны получали выгоду, поскольку Испания давно хотела восстановить демографический рост после его падения из-за гражданской войны. Германия, в свою очередь, была вовсе не против отправлять евреев на Пиренейский полуостров, думая, что их там будут держать в заключении. На протяжении всей Второй мировой войны испанские дипломаты распространяли свою защиту на восточноевропейских евреев, особенно в Венгрии. Евреям, претендующим на испанское происхождение, предоставлялись испанские документы без необходимости доказывать своё происхождение, уезжали в Испанию. Остальные же причины и так всем известны. Ну а я хотел бы рассказать интересный факт об Испании после Второй мировой. По окончанию войны, Япония была вынуждена выплатить значительные репарации деньгами или товарами странам, за ущерб, нанесённый японскими военными во время войны. Одной из таких стран была Испания, которая получила компенсацию за гибель более чем 100 испанских граждан. С этой целью в 1954 году Япония заключила 54 двусторонних соглашения, в том числе с Испанией, на сумму 5,5 миллионов долларов, которые были выплачены в 1957 году. Рекомендую вам вновь оценить канал World Heraldry. На нём вы увидите видео об истории и геральдике. Недавно автор канала сделал два видео на тему происхождения британского флага, пожалуй, самого узнаваемого в мире. В нём вы в лёгкой подаче узнаете очень много интересных фактов о нём, которыми можно будет хвастаться на уроках английского языка. Ну а также очень интересное видео об истории русских государственных символов всех эпох. В общем и целом, очень интересный канал. Если вы усиленно интересуетесь флагами, гербами или просто символами стран, подписывайтесь на World Heraldry. Ссылка в описании. Но вернёмся к истории Англии. Само королевство было образовано в 927 году. Какие знамёна и гербы использовали английские короли в те времена, доподлинно неизвестно. Возможно, это был гербовый дракон королей Уэссекса. Ведь именно монархи Уэссекса объединили под своим началом большинство английских земель и стали называть себя королями Англии. Ну а на этом всё. 2000 лайков и новое видео. Также пишите, правильно ли делала Испания и сам Франциско Франко, лавируя между интересами Испании, Германии и западных стран. Ну и конечно же, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, если не хотите пропускать мои видео, в том случае, если они показались вам интересными. До скорого!